Для детей зимние праздники – самое ожидаемое время года. Оно наполнено подарками, весельем и ожиданием чудес. В канун Нового года Брестский областной центр коррекционно развивающего обучения и реабилитации вместе с Главным управлением по образованию Брестского обл.исполкома дарит детям это волшебство. Специальное образование в Беларуси и помощь детям с особенностями развития – это часть социальной политики. Действительно, это государственная политика, в том числе, уделять внимание этим детям. Через медицинское обслуживание, через социальное сопровождение. Ну и понятно, что эти дети способны и обучаться, поэтому большое внимание уделяется образованию. Особенно в последнее время, для того, чтобы… Вся проблема может быть с образованием, да, можно на дому учиться, но лучше, когда ребенок социализирован, когда он находится в коллективе. Поэтому это одна из форм даже их приобщать к тому, чтобы они общались со своими сверхниками. Нынешнее мероприятие, которое проходит в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети», получилось по-настоящему интегрированным. На праздничном представлении собрались вместе дети из районных коррекционных центров, интернатов и детских домов и ребята из обычных учреждений образования. Наш праздник все-таки носит название «Благотворительный», потому что мы стараемся привлечь спонсоров, волонтеров и еще цель ставим. Я считаю, что это главная задача вообще системы специального образования – формировать инклюзивную культуру, формировать толерантное отношение к деткам с инвалидностью, ко взрослым людям с инвалидностью. И вот такие праздники как раз-таки и являются важным шагом к формированию инклюзивной культуры. Праздничную атмосферу для детей организовали юные артисты из театральной студии «Центра молодежного творчества», с которым много лет сотрудничает коррекционный центр. Свою лепту вносят спонсоры, среди которых крупные предприятия и учреждения профтехобразования – общественные организации. Чудесные, замечательные наши детки, которые очень чувствуют, где нету искренности, где нет души, где нет тепла. Поэтому действительно детей обмануть нельзя. И мы, взрослые, должны максимально приложить усилия и внимание для того, чтобы праздник был настоящий, чтобы он был искренен, чтобы он ушел от души. Одной из изюминок праздника стало открытие областного конкурса выставки декоративно-прикладного творчества «Детей-инвалидов и детей с особенностями психофизического развития Беларусь. Майя родима». Проект приурочен к Международному дню инвалидов и в канун Нового года традиционно подводят итоги. Все 33 работы были настолько сильные, что в каждом из трех призовых мест в нескольких номинациях определили по два победителя. Призы и дипломы получили ребята из Барановичей, Пружан, Брестского района, Иваново. Дети тоже верят в чудо, хотят видеть это чудо, видеть Деда Мороза, получать подарки. И очень хорошо, что есть такие мероприятия, они очень любят. Мы очень писали с ней Деда Морозу, просили ей здоровья главное, для всех здоровья. Планшет хотела бы, да. Здоровья для всех, правда? Чтобы ее мама и папа были здоровые. Когда я буду кроватировать, и когда мне будет телефон. Яркое ощущение праздника дополнило сказочное музыкальное представление «Магический кристалл». С помощью героев театрализованной истории о любви, верности и новогодних чудесах ребята узнали, почему и как в Бресте зажигаются фонари. Вместе с тем, каждый из особенных участников новогодника смог почувствовать себя любимым и нужным. А благодаря взрослым и обычным сверстникам – частью социума. Ирина Альшова, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.